Мы в провинции Шэндон, а это Национальный природный заповедник Дельтехуанхэ. Именно здесь вторая по протяженности река Китая впадает в Пухайский залив. Заповедник занимает полторы тысяч квадратных километров. Примерно 70% его территории – это водно-полотное угодье, важнейшее место для остановки и зимовья природных птиц. Председатель Геннер Си Цинпинг начал здесь свою инспекционную поездку в город Тонгин. Первым делом посетил причал в устье реки Центр экологического мониторинга и сам заповедник. Также осмотрел личные пути и водно-полотные угодья. Ознакомился с прогрессом в деле защиты местных экосистем и развития бассейна Хуанхэ. Сейчас здесь насчитывают более 1600 видов диких животных и почти 700 видов растений. Но еще не так давно о таком погасстве флоры и фауны трудно было и мечтать. Несколько лет назад местная администрация взяла свою экологию и запустила проект по сокращению использования водных ресурсов. Все, чтобы восстановить поверхностные стоки, пополнить запасы подземных вод и вернуть эти места к жизни по законам природы. Процесс ускорили превращение сельхозугодья в водно-полотные угодья и все эти усилия дали нужный результат. В заповедник сейчас прилетает все больше птиц. Взять к примеру летчайших дальневосточных аистов, находящихся под угрозой исчезновения. В 2005 году здесь родилось всего 7 таких птиц, в 2019 уже больше 300. Всего же за последние 18 лет в заповеднике появилось более 2000 аистов, и он стал крупнейшим в мире местом размножения этих птиц. Дельта Хуанхэ же превратилась в рай для пернатых. Сейчас здесь насчитывают от 3 до 4 миллионов особей. В ходе поездки Си Цзиньпин также посетил нефтяное месторождение Шэн Ли, второй крупнейший в Китае. Здесь ему рассказали о технологиях улавливания, утилизации и хранения угрилота. Это эффективный метод декарбонизации. С его помощью угрилот от сжигания на ТЭС и от других промышленных источников улавливают, сжимают и закачивают под землю для хранения. Тем самым не допускают его попадания в атмосферу. В июле китайская нефтегазовая и химическая корпорация Синопэк запустила здесь, на месторождении Шэн Ли, первый в Китае проект по улавливанию мегатонны угрилота. Это поможет еще надежнее защитить экосистемы региона и обеспечить зеленое развитие бассейна Хуанхэ. Проект также повысит эффективность борьбы с выбросами парниковых газов. Сейчас объясню, как именно уделизируют углекислый газ. Очищенный сжиженный диоксид углерода закачивают в нефть, которую подают через это оборудование. Тем самым решают две задачи. Во-первых, СО2 смешивается с нефтью, увеличивая ее ликвидности и упрощая ее извлечение. Во-вторых, сам газ в то же время закачивается под землю, где и будет храниться. По планам проект позволит сократить выбросы углекислого газа на 1 миллион тонн в год. По эффекту это сравнимо с посадкой почти 9 миллионов деревьев и остановкой 600 тысяч автомобилей. В ближайшие пять лет Синопэк планирует построить еще одну такую же базу, возможностей в мегатону и тем самым внести важнейший вклад в достижение Китаем углеродной нейтральности.